Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Как всегда, мы начинаем с нашего спонсора, которому выражаем большую благодарность за поддержку нашей программы. И это доктор Лариса Ликвер, которую вы, безусловно, уже прекрасно знаете. Я вам долгое время о ней рассказываю. Она врач, физиотерапевт, реабилитолог и аккредитован на американской боли. А также удостойна в 2012 году звание «Пионера в ультразвуковой диагностике проблем опорно-двигательного аппарата». И она имеет огромные преимущества, этот аппарат, по сравнению с другими диагностическими методами, такими как аморай, рентген, кецкин. Исследования проводятся прямо в офисе во время приема, так что не надо дополнительно никуда ходить. Исследования проводятся в динамике, то есть можно посмотреть, что происходит, например, в суставе в процессе болезненного движения. И ультразвуковое исследование абсолютно безвредно, так как не имеет радиации. И ультразвуковая диагностика не противопоказана при наличии пейсмекера и дефибилиатора, так как не имеет электромагнитных волн. Телефон у вас на экране. Звоните Ларисе Ликвер, и она принимает в Бруклине на Бэйпарк, и один раз в неделю по среду она принимает в Манхэттене на Пятой Эвеню. Это в одном блоке от Гранд-Центра, так что кому удобно, могут туда прийти. Еще она большой специалист в нетрадиционной медицине. Она владеет такими методами, как пролотерапия, невропролотерапия. И это безоперационные методы, укрепляющие, восстанавливающие прочность и функцию поддерживающих структур сустава. Которые играют жизненно важную роль для восстановления работы суставов. И, соответственно, победы над болью. Так что звоните, пожалуйста, доктору Ларисе Ликвер, и она обязательно вам поможет. Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем. И я хочу предварить ваше знакомство с нашей гостьей сегодня. Это доктор Марина Розенштейн. Очень давно я хотела с ней сделать программу. Но дело в том, что она крупнейший специалист. Она иммунодиетолог. Это, можно сказать, та область медицины, которую она во многом создала. Она кандидат медицинских наук. Она EMD, PHD, CNS. В общем, все регалии у нее есть. Она сегодня очень востребованный специалист. Потому что, безусловно, сегодня в нашей жизни одним из бичом, наверное, нашего существования, как это ни странно, является проблемой с тем, что мы кушаем, в результате чего возникают различные болезни. И вот в разговорах с ней мы решили определить нашу сему сегодня, что цивилизация принесла нам сегодня в смысле здоровья. И надо сказать, что в силу ее бесконечной занятости, она все время где-то консультирует, летает, буквально вот вновь перед улетом в очередную страну. Мне удалось ее уговорить в силу того, что мы дружим очень много лет. Так что сегодня мы все же вырвали Марину из ее занятого графика. И я с удовольствием ее приветствую в эфире. Марину, привет, здравствуй. Спасибо тебе, что ты нашла для нас час, чтобы поговорить о жизненно важной проблеме. Здрасте, спасибо, что пригласили. Сима, я очень рада. И на самом деле не сильно-то меня пришлось уговаривать. Мы просто нашли какое-то удобное окно. Времени нет. Ну вот и все. И я очень рада всех приветствовать. Ты знаешь, я всегда начинаю как бы со знакомства с нашим героем. И мне очень хочется, чтобы наши зрители немножко узнали о тебе, Марин. Как ты, откуда ты где-то училась и как ты дошла до иммунологии, иммунодиетологии и так далее. Расскажи, пожалуйста, коротко нам. Я очень счастлива, что я нашла свою дорогу. И как это получилось, я прямо в двух словах схематично. Ну, во-первых, я родилась в Сибири у двух студентов, которые прилетели в Сибирь учиться, потому что это было единственное место, где они могли получить серьезное образование. Я закончила Томский медицинский институт. Это один из лучших, был один из лучших в Советском Союзе, а теперь в России. Когда-то он был открыт как единственный факультет Томского университета, первого за Уралом. И потом, впоследствии, там сконцентрировались очень серьезные силы, особенно когда эвакуировали во время войны питерский, московский, всю профессуру. И вплоть до того, что я просто счастлива вспоминать, что моим наставником был академик Яблоков, глава терапевтической школы России. И это был совершенно уникальный человек, и он был личным доктором Колчака. Его не расстреляли, потому что он был совершенно уникальным специалистом. И, кроме прочего, еще он был духовным лицом, он закончил семинарию. И как-то это все совмещало и при Колчаке, и при советской власти. В общем, это был уникальный учитель, и таких учителей у нас было много. Сибирь — это интересное место. Ну, а дальше я, как хорошая студентка, распределилась в Академию наук и оказалась в очень интересной среде. Сибирский филиал Академии медицинских наук получил тогда очень серьезное задание от Госкомитета по здравоохранению — изучить причины атеросклероза, причины вот этих вот внезапно вдруг наступивших бесконечных смертей от сосудистых катастроф, которых не знали раньше. Было это все давно, 30 с лишним лет назад. И в связи с этим нас финансировали бесконечно. Это были виртуальные советские деньги, которые, в общем, не очень дорого стоили, поэтому нам давали их очень много, в виде каких-то очень оснащенных проектов. Например, экспедиции в Центральную Азию. Это была Тува, Монголия. Марина, но ты же до этого была... Ты же в Швеции еще обучалась? У нас есть фотография. Повтори, пожалуйста. Я говорю, ты же в Швеции обучалась? У нас была с тобой... Есть фотография, значит, ты где-то совершенствовалась еще? Это мои стажировки и специализации. Конечно, я поехала уже специалистом. Я изучала кардиологию. Это был кардиоцентр. Я параллельно специализировалась по эндокринологии. Это был Московский институт эндокринологии и Третий медицинский институт в Москве. И я училась в Токгольме. Это были дополнительные методы необходимые. Это были все... В принципе, мне пришлось овладеть всеми методами, которыми можно диагностировать сосудистые проблемы. И включая ультразвуковую диагностику, которая тогда переживала только свое становление. До такой степени еще никто ей не владел, что я оказалась бабушкой ультразвука. Ну, ты знаешь, Варит, у нас есть чудная фотография. Я специально ее попросила тебя поставить, потому что мне она очень нравится. Это первый день приема. Сидит такая чудная молодая красавица-доктор, такая слегка испуганная. Это первое дежурство по кардиоцентру, где был миллион отделений, тяжелейшие больные, и меня бросили там ночью одну, как дежурного доктора. И я помню, что мне даже не нашлось халата с длинным рукавом. Мне нашли какой-то летний халат. Потом уже дальше все подобрали. Но это был первый день моей работы. Я, видно, была так напугана, что какая-то моя пациентка, журналист, пришла ко мне с фотоаппаратом и сказала, доктор, можно я вас на память сфотографирую? Я вам потом посмотрю. Вы будете вспоминать меня всю жизнь. Да, так и получилось. Мариночка, ну хорошо, мы переходим к одной из просто потрясающих историй Монголия. Это вообще придумать надо. Приехать в Монголию молодому специалисту. Что ты там делала, Марина? На самом деле ничего тут не было странного. У нас стояла задача изучения того, что сегодня называется метаболическим синдромом. Я немножко поясню. Метаболический синдром – это в те времена, он так еще не назывался, но это некий набор проявлений, на первый взгляд, не связанных между собой, которые до последних лет оставались для нас не связанными между собой. Но это был четкий ансамбль этих проявлений, которые предсказывали серьезные сосудистые последствия для человека. Это означало, что если у вас повышен холестерин в крови, или холестерол, называют по-разному, триглицериды, и вообще нарушен липидный спектр крови, то, скорее всего, у вас вместе с этим будут проблемы, связанные с артериальным давлением, и еще будут проблемы, связанные с сахаром, которые сегодня мы называем очень точной инсулинорезистентностью. Раньше это все считалось диабет-при-диабет, но это просто был такой зонтик, куда скидывали абсолютно все, что ведет к подъему сахара. Но плюс еще целый ряд воспалительных проявлений, они имеют маркеры свои в крови. То есть, если мы видели, что у пациента течет какое-то воспаление, не связанное с инфекцией, если мы видели, что у него играет давление, играет сахар, и очень ненормальный липидный спектр, то это означало, что надо ждать инфарктов и инсультов, говоря просто. Почему и как это было связано, не очень понимали. Сегодня мы это понимаем до молекул, потому что появилась наука, которая имела название, но не имела никакого четкого развития много лет, наука иммунологии. Появились инструменты, появилась наука. Наука – это цифра всегда. И до, вот в те времена, у нас даже не было такого предмета иммунологии. Мы в институте проходили учения о прививках, и у нас была немножко аллергология в рамках терапии. А никакой иммунологии не было, и речи о ней не шло. Мы просто знали, что бывают антитела разных типов, и какая-то система, которая эти антитела утилизирует и разрушает, выводит из организма. А если их скапливается слишком много, то это плохо, потому что они вызывают воспаление. Но как это происходит, никто не знал. Так вот, экспедиции были направлены на то, чтобы выяснить, как народы, аборигенные народы, с очень древней и очень специфичной пищевой культурой. Например, селективные мясоеды Центральной Азии – это монголы, туинцы, алтайцы – это люди, которые представляют собой потомков чингизидов и частично тимуридов. Но потомки тимуридов всё-таки едят более разнообразно. А вот те, кто всегда в седле, они всегда ели того, кто под седлом. И больше того, то же самое, та же ситуация наблюдалась у народов Севера. И все фантазии о том, что они едят грибы и ягоды раз в году и запасаются витаминами – это фантазии. Есть гениальная книга замечательного учёного-биолога, которая называется «Пища людей». Фамилия учёного Козлов. Очень просто запомнить. Гений. Он описал все взаимосвязи, которые ведут от пищевой адаптации к заболеваниям. Так вот, нас интересовали две темы. Первая тема – откуда берётся холестерин в сосудах? И никто ещё не подозревал, что это всего лишь пломбировочный материал, который вырабатывает печень для того, чтобы залатать повреждения в сосудах, вызванные иммунной системой. То есть системным воспалением, которое не имеет никакой связи с тем, что ты съел холестерин. Марина, я просто хочу, чтобы ты прокомментировала. Вот у нас фотография стояла сейчас, где ты там на коне. Ты – это пустыня Гоби. Это ты пустыню Гоби объезжала вообще? И мы все там. Я слышу только слово «пустыню Гоби». Да, у нас были переходы через пустыню Гоби, через страшные камни. Это называется Мурена, вот эта вот вся каменистая пустыня, которая осталась после ледников. И это всё надо было пройти верхом, потому что там нельзя проехать ни на каком вездеходе. Ну и мы поднимались в горы. В общем, это была работа, которая продолжалась несколько летних сезонов. Я была очень недовольна вначале. У меня был крохотный ребёнок. Я считала, что я достойна ехать учиться в академические институты и повышать квалификацию. А потом оказалось, что вот этот период жизни, до того, как я поехала всюду, где я хотела учиться, он был бесценным. И он на самом деле открыл глаза и открыл передо мной тот путь, который сегодня медицина проходит на 30 лет позднее. На 30 лет позднее она поняла, как цивилизация влияет на человека через изменение среды обитания. Мы не перестали быть биологическим объектом. Мы не перестали быть представителями биологического вида. На нас распространяются все те же законы, которые работают на уровне любого биологического вида. Так вот, адаптация – это важнейшее условие выживания, как минимум. Но самое главное – это условие долголетия, условие высокого качества жизни и очень хорошего здоровья. Для того, чтобы быть здоровым и жить долго и качественно, надо быть идеально вписанным, адаптированным в свою среду. И для этого поработали сотни поколений, которые сталкивались с естественным отбором и которые вырабатывали для нас энзимы путем полезных мутаций и других медленных процессов. Марин, ты знаешь, я хочу, чтобы мы перешли к таблице, как-то очень образно, это потрясающая таблица по странам, где показано процесс ожирения. Мне очень нравятся эти фигурки с флагами, где видно. И то есть этот процесс, я так понимаю, происходит по всему миру, да? Тогда, Сима, пара слов в комментариях. Дело в том, что ожирение до последних лет, буквально до 16-го года, после того, как Всемирная организация здравоохранения причислила ожирение к болезням, до этого момента вообще никто, представьте себе, ожирение болезнью не называл, считалось, что это просто плохое пищевое поведение, это плохой образ жизни, это привычка к обжорству, это гедонизм, и это, в общем, неправильное поведение и маленькая физическая активность. А на самом-то деле оказалось, что все совсем не так, и для этого нужно было просто, чтобы развилась наука иммунологии и объяснила, почему человек, который набирает такое огромное количество веса, точно знает, что он живет в проголодь, точно знает, что он изнуряет себя в тренажерном зале, все равно не может похудеть. Потому что жир – это очень важная ткань, когда организм поставлен в условия компенсации, когда он вынужден выкручиваться из очень некомфортной для него ситуации, дезадаптации и несоответствия с средой. И в данном случае мы говорим конкретно о пищевой среде. Пищевая среда исключительно важна для того, чтобы соответствовать собственной генетике своим пищеварительным энзимам, которые она обусловливает, чтобы соответствовать тому набору, который записан у иммунной системы в белый список. Это называется пищевая адаптация. И вот это вот все очень важно и очень хорошо изучено, по крайней мере, нашей научной группой. Я никогда не действовала в одиночку. Я понимала, что это на стыке очень многих наук огромное направление, которое ждет своего развития. Поэтому со мной вместе работает как минимум пять, постоянно пять ученых, ведущих в своих областях. И на сегодняшний день у нас есть свой модуль в МГУ, который мы читаем спортивным врачам, и нутрициологам, и диетологам. Это модуль по нашей методологии, который называется иммунодиетология. И это слово когда-то я... Ну, оно просто ко мне пришло, и мы его даже защитили от коммерческого использования сразу. И правильно сделали. Сегодня оно используется только в научных целях. И, кроме прочего, пищевая дезадаптация — это основа превентивной медицины, это основа решения проблем болезней цивилизации, которые связаны с неинфекционными, воспалительными и дегенеративными процессами. И в этом плане у меня тоже есть вам показать график. Я не знаю, Сима его... Да, мы уже его показываем. Да, Марина. Так вот, я не вижу, Симуль, что вы показываете, но я могу сказать просто двумя словами, что если 50 лет назад, я уже не говорю о том, что 100 лет назад, каждый второй ребенок умирал от инфекционной болезни и не доживал до года, потому что не было антибиотиков и вакцин, не было фактически никаких вакцин. Так вот, на сегодняшний день мы имеем вместо благоденствие, о котором мечтали, и которого уже, казалось, достигли, и голод победили изобилием, и пищевой химией, и пищевыми технологиями, и победили инфекционные болезни, которые косили всех, и вроде даже победили войны до недавнего времени за счет такого серьезного политического сдерживания. И вот представьте себе, как нам было предначертано добывать хлеб в поте лица, как было сказано рожать в муках, и как было сказано нам, что мы неразумные дети, ничего не изменилось. Сегодня мы имеем болезни изобилия. Они называются болезнями цивилизации официально, и это название тоже выдвинула Всемирная организация здравоохранения. И эти болезни цивилизации сегодня нас уничтожают, и они приняли такую форму, то есть наоборот, естественный отбор принял форму болезни цивилизации. Это то, что сегодня сокращает популяцию, сокращает продолжительность жизни популяции, и нас серьезно, серьезно отбирает. Отбирает тех, кому посчастливилось, или тех, кто осознанно, понимая, что и как нужно делать, чтобы выжить в этом мире в своем индивидуальном скафандре, вот эти люди не уйдут от этих проблем. И как от них уйти, кажется, мы нашли. И этим знанием намного больше времени, чем последним открытием и последним Нобелевским премием. Например, Нобелевская премия по аутофагии, которую получил замечательный японский ученый-биолог на дрожжах. Он сделал свои эксперименты на дрожжевых грибах. Это называется... Да, ученого зовут Тасиро Асуми. Это стало основой интервального голодания, которое немедленно подхватили, тут же подхватили маркетологи и сделали из этого целую новую штучку в диетологии после Аткинса, после всех этих других модных диет. Так вот, это все объясняет только одну важную вещь. Мы живем в эпоху пандемии дрожжевой инфекции, дрожжевого дисбактериоза, потому что мы вылезли в чужую пищевую нишу, мы начали есть рафинированный сахар, и у нас появились проблемы, связанные с тем, что древний и очень устойчивый и очень агрессивный организм дрожжи, кандида, переселился внутрь нас и стал у нас внутри хозяйничать и очень хорошо себя чувствует. Марин, послушай, я хотела бы вот что сказать. Во-первых, у нас есть удивительная фотография с королем Бахрейна, и случайно ты там оказалась, что кочевые народы... Все, все, я возвращаюсь. Так вот, страны, которые растолстели больше всех, обратите внимание на график с этими человечками, одетыми в свои национальные флажки. Если долго не разбирать там все по деталям, этот график показывает только одну важную вещь. Все страны, которые ожирели и растолстели, это страны, которые оторвались от своей многотысячелетней пищевой культуры и вышли из своей однообразной, но очень уравновешенной пищевой среды. Те, кто в ней остался, хорошо себя чувствуют. Постанавливают трафики. И там, кажется, в Армегии. Марина, послушай, я хочу тебя спросить... Марин, ты меня слышишь? Марин, ты меня слышишь? Ты меня плохо слышишь, потому что я тебе задаю вопрос, ты говоришь о другом. Я... Мы поставили уже, вот эту таблицу поставили, и другую ты уже рассказала. Я хочу, чтобы очень знаменательно, что вот ты с королем Бахрейна. Это является как бы иллюстрацией того, что ты говорила, где по странам, по этим самым флажкам мы уже видели. То есть сегодня эта проблема, оказывается, касается всего мира. И даже людей в пустыне, да, пустынных жителей. Бахрейн, правда, богатейшее государство. Но их это тоже коснулось? Ведь, как правило, эти государства очень консервативны. В своих обрядах, в своей еде. И в тебя приглашают Бахрейн. У них тоже эта проблема? Сима, именно поэтому я вставила сюда эту нескромную фотографию. Бахрейн является одним из ярчайших представителей благополучнейших, цивилизованнейших, богатейших стран, которые платят за каждого своего пациента в любой лучшей клинике мира. А у них список лучших клиник мира по всем направлениям, медицины. Они платят заранее, они дают гарантийное письмо, что оплатят любые расходы. Всего миллион жителей. Король – это родной отец для каждого. И они его обожают, потому что он просто дрожит за каждого своего гражданина. И тем не менее, страна столкнулась с какой-то атомной проблемой ожирения и диабета. И мне было сказано, что я уже так натренировалась на евреях, что я, наверное, могу уже помочь арабам. Обратиться к братьям-арабам, да, понятно. Мне переводчик с арабского втихаря на ухо кое-что переводил. Да, и несмотря на то, что я кафир, я узнала там это слово, оно как бы считается вроде как гой, но на самом деле иностранец это называется точно так же. Так, в общем, короче говоря, ко мне невероятно любезно и говорят, что совершенно необычно отнесся король Бахрейна, потому что кто-то меня очень нахвалил. И вот мы с ним встречались, была аудиенция, и проблема, которая нависла над Бахрейном, она была связана с тем, что я увидела своими глазами. Вся страна живет в шатрах, я была там летом, у каждого дворца есть шатер, в каждом шатре фантастический интерьер, ковры, какие-то немыслимые украшения, и обязательно накрыт длинный стол длиною в жизнь, фуршетный стол, на котором можно найти все изыски местной арабской кухни, которые приготавливаются, в общем, из тех же продуктов, что и традиционная узбекская, таджикская кухня, любая азиатская традиционная кухня состоит из этих продуктов. И ничего бы не было дурного, но на этом фуршетном столе, как признак благополучия, обязательно есть многоэтажный какой-то набор из всех европейских сыров. Там стоят какие-то немыслимые деликатесы, привезенные из Италии, там стоят какие-то совершенно выдающиеся сладости и десерты, и среди этих десертов, конечно, на первом месте американский чизкейк. Американский чизкейк делается из коровьего творога, просто маленькая заметка. А корова – это такой зверь, которого, ну, они верблюдов знают, коней знают, слонов знают, потому что Индия недалеко. Овец? Ну, овец само собой, но корова к ним... Кокос, да. Даже не проглядывала никогда. Так в этом смысле, конечно, хочется сразу отметить, что любые представители разных видов млекопитающих дают молоко абсолютно разного белкового состава. И совместимое молоко для детеныша в зоопарке – это такая же редкая удача, как найти совместимую кровь методом тыка. Понятно. Без исследований на группу крови от другого вида, от другого. И получается так, что только человек, самое живучее существо, может столько поколений выкармливать своих детенышей какими-то формулами на основе молока другого абсолютно животного. Так вот, это не всегда проходит. С древними народами это не проходит никогда. Мариночка, у нас сейчас переход на небольшую рекламную паузу. Друзья мои, оставайтесь с нами. Мы продолжим нашу животрепещущую тему сегодня о том, что цивилизация принесла нам, к сожалению, в отрицательном смысле, какие заболевания. Оставайтесь с нами. Спасибо.